Китай Цитата 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 цен снижением ставки до 0,75%. Кстати, стоит отметить, что и в этом случае пространства для маневра осталось совсем немного. В Oxford Economics утверждают, цитата, «Для того, чтобы доля Центробанка со ставкой 0,5% и ниже увеличилась до 78%, необходимо падение нефти примерно до 20 долларов с текущих 50. Развитым странам действительно просто некуда дальше смягчать монетарную политику», — отмечает корреспондент. Экономисты приводят забавные цифры. Средняя процентная ставка 23 богатых стран составляет 0,5%. Следовательно, суммарная их ставка находится на отметке 11,4%, а это меньше, чем ставка Великобритании в 1990-х годах. Впрочем, у моделей Oxford Economics есть очевидные просчеты. Например, они не учитывают программы количественного смягчения, проводимые Европейским Центральным банком и Банком Японии. Влияние печатного станка этих двух стран гораздо сложнее просчитать, чем влияние от снижения ставок. И евро, и иена активно используются в качестве валют фондирования, а следовательно, капитал из еврозоны и Японии может направляться куда угодно. Издание The Statesman передает печальную весть. Не менее 24 человек погибли и еще столько же пострадали в Бангладеш в результате ДТП. Как сообщает издание, автобус врезался в дерево в округе Фаретпур, центральной части этой страны. По предварительной версии, водитель транспортного средства, которое направлялось в столицу Бангладеш, город Дакка, не справился с управлением. После столкновения с деревом автобус перевернулся. Пассажиры рассказали, что он двигался на высокой скорости. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.